Обещаниями сыт не будешь, но ничего другого жителям проспекта строителей пока не предлагают. Народный сход организовали во дворе у забора злосчастной стройки. Заместителя главы администрации Александра Матвеева увидеть и не надеялись, но он приехал. На вопрос, почему строящееся здание увеличилось и стало больше заявленного изначально, чиновник ответил, что площадь расширилась в рамках первоначально предоставленного участка. Также речь зашла о том, что финансовую заинтересованность в этом участке в прошлом имели депутаты Гордумы. Александр Матвеев на это деликатно промолчал. До какого-то времени, мы узнаем до какого, там были учредителями два наших замечательных депутата. Члены комитета по законности, кстати, заметьте. Сейчас они не являются учредителями. Информация открытая. Единая Россия, члены партии Единой России. Информация не закрытая, получается элементарно, по выписке в налоговой. Элементарно получается. Мы ее получили, и как бы сейчас они не являются. Но они были. Я вас уверяю, что, наверное, в 2012 году, когда разрешение на аренду этой земли давалось, они, наверное, были там учредители. Переговоры мэрии и застройщика носят официальный характер. Администрация направила системе ПЛЁС письмо с просьбой остановить строительство и рассмотреть альтернативные варианты. Отклика нет. Правовых сегодня, принудительных мер, конечно, администрация применить не может. Вчера Александр Станиславович в интервью сказал, что по данному вопросу будет проводиться глобальная проверка. Значит, если выявятся виновные лица, они, безусловно, будут наказаны. Но в любом случае вопрос открытый. И сегодняшним результатом является то, что будет создана инициативная группа, которая будет в администрации рассматривать этот вопрос совместно с главой города, с чиновниками и непосредственно с застройщиком. То, что надежды приостановить строительство уже практически не осталось, жители понимают. Но они все же собрали новые подписи под письмом президенту. Написали еще раз письмо нашему президенту в связи с вновь открывшимися обстоятельствами этой стройки. И будем говорить о том, что имеет место коррупционная составляющая. Будем говорить о депутатах Единой России, которые стояли перед нами также 16 октября, а потом оказалось, что не имеют никакого отношения к этому строительству и отказываются от своих слов. Просто мы уже не знаем, кому верить. Будем добиваться какой-то независимой комиссии, может быть, из Москвы. Прекрасно понимая о том, что из Ивановской области письма до Москвы не доходят, мы повезем это письмо сами. А еще жители пообещали перекрыть в понедельник проезд для строительной техники. Говорят, будут дежурить группами и собственными телами, готовы лечь под бульдозер.